Друзья, всем привет! Это видеоблог какнамтам.ру. С вами Илья Яковлев. В прошлом видео я рассказывал вам о недостатках жизни в Словении. В этом видео я хочу рассказать теперь о преимуществах, либо о достоинствах. Долгое время у нас не было опять видео на нашем канале. Мы ездили в наше очередное путешествие. На этот раз это была Германия, Чехия, Польша, потом снова Чехия. И возвращались мы домой в Словению через Австрию. И вот эта поездка, наверное, позволила еще раз со стороны взглянуть на Словению и как раз прочувствовать ее определенные сильные стороны. Итак, начнем. Преимущества или плюсы жизни в Словении? Первое, наверное, что приходит в голову в Словении действительно потрясающая природа. В Словении есть все, что нужно с точки зрения природы для жизни. Это и чистый воздух, это и горы, это и заснеженные вершины, это и лесистые холмы, и чистые реки, и море, конечно же. Но тоже есть Словения. И вот это, наверное, моя самая большая любовь. При этом в Словении мягкий климат. Действительно, зимы достаточно теплые, редко когда бывает меньше, чем минус 10. Обычно температура держится где-то около нуля зимой. При всем при этом есть все-таки снег. То есть, для меня, например, зима без снега – это не совсем зима, и снега всегда хочется. И в Словении он действительно выпадает. Иногда выпадает его много, иногда мало, но так или иначе он есть. И это здорово. У Словении действительно небольшая территория, но при этом эта территория, она максимально ухожена и максимально облагорожена. И это очень приятно, потому что когда идешь, даже идешь в лес, ты обязательно там найдешь проложенный маршрут. Можно его найти где-нибудь на сайте. Он будет размечен. Там будет все для людей. Везде будут дорожки. Будет обязательно обозначена парковка, куда можно приехать, поставить машину. Ну и если взять даже любую славянскую деревню, то выглядит она совсем не так, как деревни, которые мы с вами, возможно, привыкли видеть. Словенская деревня – это асфальт, это красивые лужайки, это красивые дворики, достаточно дорогие большие дома. А это славянская деревня. Действительно, в Словении многие вещи похожи на Западную Европу. И Словения, ну, в общем, по своему типажу именно и относится к странам Западной Европы, несмотря на то, что находится на юге. Если сравнить Словению с Венгрией, либо с Польшей, либо с Чехией, Словения окажется чище, облагороженнее и, ну, в каком-то смысле, опрятнее. Следующий плюс жизни в Словении – это сами славянцы. Дело в том, что славянцы имеют славянские корни, и, соответственно, они где-то вылеплены из того же теста, что и мы. Не совсем, конечно, есть некоторые существенные отличия, и, наверное, тема славянцев – это вообще тема отдельного видео. Но, так или иначе, славянцы – это славяне, соответственно, они похожи на нас. И для меня лично это, ну, такой хороший плюс. Я хотел бы, чтобы мой сын, мои дети росли и воспитывались в среде, в которой они будут похожи на своих одноклассников, одногруппников, и, соответственно, не будут какими-то белыми воронами. Словянцы в большинстве своем достаточно добрые люди, достаточно отзывчивые, спокойные, может быть, где-то слегка медлительные. При этом они бережливые, аккуратные, очень внимательно относятся к деньгам, и нам есть, чем поучиться у славянцев. А именно поэтому у этих самых весьма дорогих домов зачастую стоят очень простые автомобили. С этими людьми, рядом с ними, достаточно приятно жить. Большинство славянцев также мультиязычные, они зачастую говорят на нескольких языках. Как правило, это немецкий, английский, итальянский. Еще одна особенность словении, не скажу, что это яркий плюс или минус, но для меня это плюс. Это то, что нет каких-то четких границ между социальными классами. Что это значит? Это значит, что все примерно равны. То есть, если вы обращаетесь в какую-нибудь компанию, которая будет вам строить дом, то, скорее всего, к вам придут такие же люди, как вы, и они будут вам строить дом. Если вы обращаетесь в компанию, которая предоставляет услуги уборки помещения, то, скорее всего, придут такие же люди, как вы. Возможно, приедут на таких же автомобилях, на которых ездите вы, ну и, соответственно, будут вам предоставлять эти услуги. Это немного странно, наверное, для жителей российских больших городов, но для меня, например, это было совершенно естественно, потому что я из маленького города, и там действительно все так и было. Следующий яркий плюс Словении – это ее географическое положение. Когда мы только собирались сюда переехать, я читал, что у Словении почти идеальное географическое положение, и в тот момент я не понимал, что это значит. Ну да, я смотрел на карту, видел Италию, видел Адриатическое море, видел Словению, Венгрию, Австрию, но мне как-то было непонятно. Мне казалось, что, может быть, вот там, где находится Чехия, возможно, более интересное географическое положение. Но нет, на самом деле, действительно, у Словении шикарное географическое положение. Вот почему. Во-первых, она находится, с одной стороны, рядом с морем, а с другой стороны, она находится рядом с Альпами, и Треглав – это горный массив Словении. Вот именно с этого Треглава уже начинаются Альпы. Так вот, это создает именно то место на карте, где природа раскрывается со своих самых, наверное, красивых сторон. Мы ездили глубоко на юг, мы ездили вплоть до Афин, до Греции, мы ездили на север, это и Германия, это и Австрия, это и Чехия с Польшей. И после этого появляется четкое ощущение, вот именно место, которое Словения занимает в природе, которая вот та природная зона, на которой находится Словения. И эта природная зона великолепна, потому что здесь уже не так жарко, здесь уже нет вот этих вот колючек, да, которые есть в той же Греции, каких-то таких вот чисто южных вещей, но при этом еще и не далеко на север. То есть здесь вот просто здорово, вот здесь трава действительно зеленее в каком-то смысле. Так вот, второй момент, это то, что касается соседей. У Словении шикарные соседи. С одной стороны, это Италия со всем ее многообразием. Италия шикарна для туризма, туда всегда приятно поехать на выходные, либо поехать просто в отдельный какой-то отпуск. Это и Венеция, которая находится в двух часах, может быть, в двух с половиной часах от Любляны. Это и озеро Гарда, до которого можно доехать за пять часов. Это и Доломиты, куда мы еще не ездили, но обязательно поедем. Если брать север, то здесь находится Австрия, и это уже иная природа. Она все-таки уже сильно меняется, да, когда мы переезжаем вот через эти горы. То есть она становится более такой суровой, с такими большими елями, с заснеженными вершинами, с дорогами. И вот эта вот близость и простота достижения этих точек – это очень здорово. Далее. Вообще вот эта альпийская часть – это стали наши самые любимые места для посещений, для отпусков, для встречи того же Нового года. Ну, это просто супер. Венгрия. В Венгрии мы путешествовали мало, но там есть Будапешт. Это еще одна туристическая классная локация. Я считаю, что здорово, что Будапешт тоже находится буквально в каких-то пяти-пяти с половиной часах езды. А также можно за это же время доехать до Вены, до Братиславы. С юга находится Хорватия, и это тоже здорово, потому что Хорватия – это море, это дикие пляжи, это то море, на которое едут со всей Европы. Да, у Словении это море находится совсем рядышком. Ну, и если говорить о чисто визовых вопросах, соответственно, Словения находится в Шенгене, то есть мы можем ездить практически везде без виз, даже если мы едем в Хорватию, или же если мы едем на юг в другие балканские страны. Если у нас есть ВНЖ, нам никакие визы не нужны, мы просто показываем ВНЖ и все. Кстати, еще когда речь заходит о соседях, зачастую люди спрашивают о иммигрантов в Словении. И вообще сейчас с иммиграционным кризисом многие спрашивают, а как там у вас в Словении, как вы там переживаете этот иммиграционный кризис. Я могу сказать так, в Словении очень мало иммигрантов с Сирии, с Афганистана. Есть, но там совсем небольшое какое-то количество. Основная иммиграционная каста, что ли назовем ее так, это выходцы с Балкан, в частности, с Боснии и Герцеговины. Босниицы, так называемые, или босанцы, как их называют на словенском. Боснии достаточно приятные люди, их в Словении, по-моему, около 45 тысяч человек. То есть, это достаточно такая большая группа людей. Но при этом, если вы приезжаете в Словению, то вы видите босниица, то, наверное, вы просто не отличите его поначалу от словенцев. Мы сейчас их уже различаем, но так или иначе, это достаточно нормальные, адекватные люди. То есть, это тоже славяне, насколько я помню по происхождению. Мы сами в Боснии не были, были только проездом. Но, в общем, никаких проблем они не вызывают. Есть также выходцы из Сербии, из Хорватии. Вот это, наверное, основная масса. Русских украинцев здесь не так много, буквально где-то 2 года назад. Насколько я помню, украинцев было около 2 тысяч человек, русских было чуть больше тысячи. Сейчас, я думаю, это значение, возможно, удвоилось. Но так или иначе, тоже пока русскоговорящих людей здесь не много. Кстати, о отношении к иностранцам. Словении хорошо относятся к иностранцам. Дело в том, что страна маленькая, она постоянно и плотно взаимодействует со своими соседями. Плюс эта страна транзитная, соответственно, люди с севера Европы едут через Словению на море зачастую. И, соответственно, Словении легко и просто относится к иностранцам. А если славянцы слышат, что вы здесь живете и вы иностранец, то, как правило, каких-то особых, больших глаз они делать не будут. Нет, есть, конечно, какие-то деревеньки, где иностранцы бывают редко, но так или иначе, для Словении это не такая, наверное, большая новость и неожиданность, как, например, взять тот же наш Южный Урал, где люди иногда иностранцы вообще в глаза не видели никогда в жизни. Следующий плюс – это славянский язык. Я его уже занес в минусы, как язык, на котором говорит всего 2 миллиона человек. Но на самом деле это еще и плюс, потому что славянский язык изучать достаточно просто нам, русским, еще проще украинцам. И славянский язык – это повод узнать что-то больше о своем родном языке. Когда мы изучаем славянский, мы узнаем что-то еще и о русском языке, потому что мы смотрим в те корни, откуда это произошло. Словом, изучать славянский язык – это интересно, нескучно и весело. Следующий пункт – это свобода слова и демократические ценности. Действительно, Словении уважают демократию, уважают свободу, и при этом некоторые моменты, некоторые вещи Словении действительно решают с помощью референдумов. Но вот простейший пример. Не так давно это было. Словенский парламент принял определенную, внес определенную поправку в, по-моему, гражданский кодекс. Могу наврать, но суть это не меняет, просто пример. Короче говоря, в законе было прописано о том, что брак – это отношение мужчины и женщины. И, соответственно, это начали пересматривать и решили, что есть же браки нетрадиционные, соответственно, нужно поменять это все на отношения двух людей и таким образом уравнять обычные традиционные браки и нетрадиционные. Парламент внес эту поправку, чтобы соответствовать определенным европейским нормам в этом вопросе. Но в Словении оппозиция сказала, нет, мы так не хотим, давайте проведем референдум и спросим народ. Соответственно, собрали референдум, тихо, спокойно раскидали по ящичкам какие-то брошюрки. Одна сторона бросила одну брошюрку, другая сторона бросила другую брошюрку. И, соответственно, славянцы пришли и проголосовали. Проголосовали они против этого, против этих поправок и все вернули назад. Поэтому в Словении браки нетрадиционные оказались не полностью равны с традиционными. Они просто рассматриваются как определенное партнерство, то есть у них есть определенный статус, но они не приравниваются к традиционным бракам. И, в частности, это не дает нетрадиционным парам усыновлять детей. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Я отнесся к этому негативно. Я считаю, что у всех должны быть одинаковые права, но многие отнеслись к этому позитивно. Этот пример я привел просто, чтобы показать вам, как в Словении решаются некоторые вопросы. В Словении относительно доступная бизнес-эмиграция. То есть планка требований к бизнес-эмигранту, она не столь высока, как в некоторых западных странах. И при этом нет каких-то жестких квот, какой-то лотереи в этом плане. То есть если человек соответствует требованиям, то он, соответственно, и может переехать в Словению и здесь легально совершенно заниматься своим бизнесом. Это, я считаю, большим плюсом, потому что есть страны, где планка может оказаться ниже, но есть определенные квоты, есть определенные палки в колеса, есть определенные сложности. В Словении это пока что просто, хорошо и надеюсь, что так оно будет и дальше. Следующим плюсом я обозначил такой пункт, как в Словении умеют жить, ценят семейные ценности. И вот именно семья и нормальная жизнь в Словении являются таким естественным атрибутом жизни. Для сравнения есть многие страны, где семья задвигается на второй план и во главе всего ставят карьеру и работу. Так вот, в Словении не так. В Словении люди рано начинают работать, очень рано заканчивают работать, практически никогда не перерабатывают, а все основное время они тратят на семью и на себя. Для меня это является очень большим плюсом в этой среде, приятно жить, потому что у меня такие же ценности. В Словении весьма адекватная медицина, весьма адекватная полиция. Про медицину, как я уже сказал, это тема отдельного ролика, но так или иначе на нее нужно тратить, на страховку нужно тратить не так много денег. Медицинские услуги оказываются не быстро, если это не нужно делать быстро, но так или иначе качество услуг, когда они действительно оказываются, качество этих услуг весьма на высоте. Если говорить о полиции, мне говорить о полиции сложно, потому что с полицией я дела вообще не имел. За два с лишним года жизни в Словении меня ни разу не остановили на дороге, мне ни разу выписали ни один штраф. И в общем-то жаловаться на полицию, наверное, здесь не приходится. Ну и скажу так, в Словении отношение к полиции как к людям, которые решают вопросы и помогают. То есть отношение положительное. И для меня это тоже такой хороший знак, потому что очень плохо жить в стране, в которой отношение к полиции негативное. В Словении есть тренд на спортивный здоровый образ жизни. Действительно, этот тренд, он идет практически везде. Он идет в рекламе, он идет в спорте, он идет в каких-то пространствах, где люди занимаются собой, катаются, плавают, делают что угодно. Словом, когда ты живешь в Словении, то все вокруг помогает тебе заниматься спортом. И постоянно видишь людей, которые занимаются спортом, и это здорово мотивирует. При этом при всем заниматься спортом в Словении действительно удобно. Если ты садишься на велосипед, то обязательно есть велодорожки. А если ты едешь на озеро, там обязательно будет какой-нибудь каякинг, можно будет взять на прокат доску для сапа, для того, чтобы поплавать на ней стоя. То есть масса вещей, масса вариантов, и все это находится сравнительно близко. Буквально полчаса-час на автомобиле, и вы доехали до своего любого спортивного хобби. И следующий плюс – это Словения, это страна безопасная для детей. Действительно, здесь люди не боятся за своих детей, так как иногда боятся в больших городах, в больших странах. Здесь дети находятся в сравнительной безопасности, но при этом при всем в Словении есть закон, который не позволяет оставлять детей от них до 9 лет. На мой взгляд, это очень логичный закон, потому что ребенок до 9 лет, он хоть уже и самостоятельный 8-9 лет, но все-таки он может что-то такое сотворить и повредить и себе, и, возможно, другим людям. Но при всем при этом, я считаю Словению действительно идеальную для воспитания маленького ребенка, потому что здесь есть для этого все. Ну, давайте двигаться к финалам. В Словении еще хорошая экология, действительно хорошая вкусная еда, причем еда как в магазинах, так и в ресторанах. В Словении хорошее соотношение качества жизни и ее стоимости. В Словении все есть для того, чтобы жить было удобно и хорошо. И вот это, кстати, не сразу понимаешь, но потом действительно это понимание приходит. То есть, куда бы ты ни пришел, что бы тебе не нужно было сделать, чаще всего это делается просто, логично, понятно и удобно для людей. Вот это вот все для людей в мелочах, это создает такую очень благоприятную, приятную среду. Ну и в целом, Словения красива, уникальна и она очень быстро влюбляет в себя людей, которые ценят те вещи, о которых я сейчас рассказал. Ну и давайте срезюмируем. Для кого подойдет и для кого не подойдет Словения. Словения едва ли подойдет для каких-то светских тусовщиков, просто потому что здесь, скорее всего, негде будет тусоваться. Для каких-то дамочек гламурных со своими понтами, потому что здесь некому будет показывать эти понты. Словения вряд ли подойдет людям, которым нужна какая-то большая динамика больших городов. Просто потому что здесь нет больших городов. При этом, при всем, Словения очень подойдет людям, которые ценят семейные ценности, которые хотят воспитывать детей, которые любят много путешествовать и не тратить на это много денег. Люди, которые стремятся к такому спокойному, гармоничному образу жизни, в гармонии с природой, с окружающим миром, с самим собой, возможно. Вот именно для них Словения, я думаю, окажется очень-очень интересной. Как для туризма, так и, возможно, для будущей миграции. На этом все. Всем спасибо за внимание. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх. Пишите ваши вопросы, предложения в комментариях. О чем еще рассказать. Ну и до новых встреч. Всем пока. С вами был Илья Яковлев и видеоплог какнамтам.ру Субтитры сделал DimaTorzok